МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем, да? Я отбиваю. Давай. В общем, что мы решили сделать? Я сейчас с ребятами попробую поиграть. Не уверен, что получится хоть что-то выиграть или хотя бы забрать один фраг. Как закупаться? На Б. Б. Что вы имеете в виду? Вороню и М. О, нормально, едем. Киберспорт не так молод, как кажется. Первый турнир был проведен в 1972 году. 24 студента из Америки организовали соревнования по игре «Спайс Вор». За первое место победитель получил подписку на журнал. Сегодня же за первые места платят деньги. И иногда суммы доходят до миллионов долларов. Я не знаю, за что я люблю вас, честно. Ну, просто какая-то любовь, вот есть азарт. То есть вот ты... Ты даже можешь очень сильно перегореть от этой игры, сгореть, так скажем, морально, в моральном плане. Но ты... Ну, потом всегда такое желание. Да, я хочу, допустим, играть. Все такое вот. Ну, горит огонь, так скажем, к игре и все. Ну, я, да, я получаю кайф от этого. Не описать эти эмоции, когда выигрываешь очень важный матч, там, или выигрываешь какой-нибудь турнир очень важный. И такой огонь горит в миллионах игроков. За последние несколько лет фан-база киберспортсменов увеличилась в десятки, а то и в сотни раз. Страны начали признавать киберспорт как официальный вид. Кстати, одной из первых в 2001-м была Россия. Правда, спустя пять лет его исключили из реестра. А в 2016-м вновь вернули. В каждой стране играют в свои игры. Россия сильна в Дота 2, битва на арене, шутер, контер-страйк и симулятор танков World of Tanks. На мировой арене наша страна сильный игрок. Три года назад на весь мир прогремела Team Spirit. Они забрали престижный турнир The International, став символом киберспорта в России. Возможно, к этому успеху придут и наши ребята из Бурятии. Знакомьтесь, команда Амемо. Лучшие игроки по контер-страйку в республике. В команде шесть человек. Играют вместе около года, но даже за это время дошли до федерального уровня. Совсем скоро они отправятся на чемпионат России по киберспорту. В этом году он пройдет во Владивостоке. Ребята играют вместе чуть больше года. Сначала начали покорять местные турниры, а уже потом перешли на федеральный уровень. Сегодня у них взрослый разряд, ведь виртуальный спорт от реального почти ничем не отличается. Тут также нужна тактика, тренировки и навыки. Роль каждого в команде распределена, и каждый отвечает за свою задачу. Что, где? А, здесь, здесь! Товарищ снайпер выделил меня. Снайпер – это Алдар у нас, капитан я. Ну и три стрелка сильных. У кого самая сильная стрельба, тот всегда идет первый, ну и делает минусы. А кто закрывающий, ну в основном он где-то в спине постоянно, ну чтобы их не обошли в спину. Я не понимаю, как они просто одного выстрела выбивают. Это что такое? Это как так? По-любому все читы прописать. Для любителя игра с киберспортсменом все равно, что раунд с читером. Их пули летят точно, реакция мгновена. Да и места на карте они знают лучше. Но как и в любом деле, все эти навыки они получают во время тренировок, часами набивая опыт за мониторами. 11 тысяч часов в игре. Это сколько дней? 469 дней. Судя по данным аккаунта, Алдар провел за компьютером больше года. От долгих игр, конечно, отдыхают, но перед ответственным матчем тренируются постоянно. За неделю набивая по 100 часов каждый. Для кого-то это покажется дикостью. Проводить столько времени за онлайн-шутером, но разве в реальном спорте? По-другому? Перед соревнованием спортсмены круглосуточно занимаются в залах. В онлайне все так же. Ученые недавно подсчитали, что во время игры у человека пульс такой же, как и у атлета на состязании. Я тут в смоку вообще запутался. Куда чё идти-то? Где вверх, где низ? Я вижу только ничего. Как его развеять? Ну, допустим, в любом деле же нужна разминка, так скажем. Обычно сразу захожу на ботов. Ну, ботов, допустим, 200 убиваю. Ну, там, как чувствую вообще мышку. Главное мышку почувствовать в плане. Когда мышку плохо чувствую, то могу 500 ботов набить. Потом иду дем. Это против реальных игроков. Мы стараемся собираться все вместе. Разбираем демки. Это разбор матчей у нас происходит в профессиональных игр. Мы каждый смотрим, что делает профессиональный игрок на наших позициях. Пытаемся взять что-то новое. Потом мы это отрабатываем на праках, на матчах против других команд. Особенность киберспорта – это свобода. Игроки не привязаны к месту. Для них тренировочным залом может стать собственная комната. Лишь бы был компьютер с подключенным интернетом. Поэтому не редкость, когда участники одной команды живут в разных регионах или даже странах. Однако на соревнованиях все же приходится собираться полным составом. Иначе хорошие результаты показать не получится из-за высокого пинга. Пинг – это задержка в игре. Ну, сервер находится далеко непосредственно. И чем ближе ты к нему, тем меньше задержки, отклика. Потому что вот у нас, мы живем очень далеко от сервера, и у нас отклик 100. Для этого делаются лан-турниры, чтобы все съезжаются туда, и у всех равные условия. Важны также девайсы. Клавиатура и мышь геймеры предпочитают использовать специальные устройства. Из общего ряда их выделяет не только подсветка. К примеру, компьютерная мышь. Сделана так, чтобы кисть руки практически или вообще не соприкасалась с ковриком. Сам коврик тоже необычный. Специальная поверхность позволяет сделать перемещения более точными. Как итог, скорость реакции намного выше. Чувствительнее и сенсоры, а еще спортивную мышку можно настроить под себя. Клавиатуры. Их также делают максимально удобными для игрока. Рука устает меньше, а значит, играть эффективнее можно дольше. Большинство геймеров выбирают именно механическую клавиатуру. Только представьте, одновременно можно нажимать до 17 кнопок. За счет своего механизма отклик от клавиш в разы быстрее, чем у обычного девайса. А скорость на турнирах – важный аспект. Монитор. Хороший монитор – залог здоровья игрока. Здесь во главу угла ставят сразу два параметра. Хорошее разрешение, а это четкость изображения, и частота кадров. Это количество кадров за секунду. Комфортными для игры считается разрешение от Full HD с частотой кадров 120 Гц. Техника, да, очень важна. Чем? Как по мне, очень решает. Ну, для обычного человека, вот вроде комп стоит 30 тысяч, либо 80 тысяч, он сядет, и он не отличит разницу. А когда ты долго играешь в эту игру на 60 Гц экране, там, с плохим компом, а потом пересаживаешься на 240 Гц монитор и на хороший комп, у тебя просто разница огромная. У тебя, не знаю, не любит в глазах герцы, это типа частота кадров, и чем меньше этой частоты кадров, тем хуже картинка, чем больше, тем плавнее экран. Наушники. Самое главное удобство и, конечно, возможность четко слышать все звуки во время игры за счет уменьшения низких частот. Ну и, конечно же, системный блок. Собирают компьютер игроки сами. Вопреки заблуждениям, мощный компьютер нужен не всегда. Это, конечно, важно, но в начальном этапе особой роли не играет. Игровое кресло. Игроки, как мы уже сказали, часами сидят за компьютерами, поэтому удобное кресло такая же необходимость, как перчатки боксеру. Сидения должны регулироваться по высоте и наклону спинки. Отсюда получаем, что бюджетный вариант, чтобы заниматься киберспортом, примерно 100 тысяч рублей. Создать команду киберспортсменов несложно, но вот вывести ее на федеральный уровень – уже другой вопрос. Как и в любом спорте, игрокам нужна поддержка. Форма, оплата трансфера и проживание, взносы на соревнования, найм-тренера и сборы – все эти траты берут на себя спонсоры. И чем их больше, тем лучше. Мой лучший друг – это Алдар. Он учился в моей школе в параллели. В школе была беседа, там, седьмые классы или восьмые классы, не помню. И там написали, кто хочет поиграть в кресло на турнире. Вот. Я нашел команду, ну и Алдар тоже откликнулся. И так мы собрали наш первый коллектив. Мы с Ардемом, так скажем, скитались, скитались на турниры к турниру. И в одном из турниров познакомились с Данилом Смирновым. И позвали его в стак, седя в команду. Ну, и остальных также, в принципе, и нашли. В пятерку собралось. У него у нас есть шестой игрок, но он ушел, так скажем, в другую команду. Сам хочет попробовать, так скажем. Не хочет и быть шестым игроком. Все равно приходилось, но я, не знаю, как любой родительный, наверное, из розетки тебе комп выдернил. Ну, максимум, когда я жил у бабушки с дедушкой в школе. Там мне дедушка час в день разрешал вообще играть в компьютер. Ну, я иногда хитрил, он иногда куда-то уходил. Допустим, я со школы приходил, играл до вечера. Он когда приходил, я вырубал комп, типа, и это... Он приходил, типа, вот, дедушка, я не играл. Можно мне еще час поиграть? Для многих бизнесменов, ну и вообще людей, этот вид спорта еще неизвестен, непонятен до конца. И, ну, это тоже риски так укладываются. Ну, есть достаточно много, мне кажется, людей, которые готовы поддержать. Просто мало медийности для этого проекта. Заявить о себе игроки могут на чемпионатах и крупных турнирах. Именно там можно привлечь внимание крупных спонсоров. Как бы странно это ни звучало, но карьера киберспортсмена коротка. Средний возраст от 13 до 25 лет. Большинство геймеров заканчивают свою карьеру в районе 27 лет. Ну, у нас в составе средний возраст это 19-18 лет. Ну, то есть у нас нет такого наставника старшего, кто там нас помогал бы нам, обучал бы нас. Ну, раньше он был, сейчас он ушел. Куда он снулся? Ну, как бы на пенсию. В смысле? Ну, было 21? Нет, ему сейчас 27. Это наш наставник, Пурбо. Вот, он ушел из нашей команды. Ну, по работе он работает сейчас много. У него нет времени играть. Реальная жизнь все-таки выходит на первый план. Всегда нужен запасной вариант. Если не получится в игре, всегда нужен запасной вариант. Реал или онлайн? Ну, в реальной жизни. А вообще в целом, реал или онлайн? Что лучше для тебя? Ну, мне интереснее сейчас онлайн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин